Что касается желания иметь союзников тех, кто снабжает Байрактарами, то недостатка такого желания у Украины нет. Как, впрочем, и у Турции, судя по визитам взаимным Эрдогана и Зеленского, тоже нет недостатка в желании как-то друг друга поддерживать. В определенных вопросах, например, в вопросе о Крыме. Это к разговору о том, кто есть кто и что есть что. Все-таки концы с концами не сводятся, понимаете, Игорь? Если вы говорите о том, что в случае с Донбассом мы правы, потому что это мы, и мы поддерживаем самоопределение людей, которые по-другому не могли отстоять свою честь и достоинство, свой язык и все остальное, вы это поддерживаете. А с другой стороны, то, что касается Карабаха, который все эти годы жил, независимо от Азербайджана, и в советские времена поставил вопрос о своем самоопределении, вы говорите, нет, это восстановление территориальной целостности. Концы с концами не сходятся. Надо или придерживаться каких-то принципов, или не жонглировать их в зависимости от того, кто похвалит. Теперь то, что касается того, что на самом деле важно. То, что происходит в Ереване, действительно важно, прежде всего важно для армянского народа. Он вправе выбирать тех, кто должен ими управлять. И в этом смысле, конечно, я соглашусь с тем, что судьба Пашиняна как руководителя страны, она предрешена. Конечно, хотелось бы, и очень хотелось бы, чтобы все это прошло мирно, и чтобы это все прошло в правовом русле. Скулящая оппозиция – это кто? Скулящая оппозиция. Скулящая оппозиция – это все те, кто против Пашиняна. На самом деле, к этой скулящей оппозиции, если так пользоваться этим бессовестным термином, предоставляется огромное количество граждан Армении. Кстати, зря совершенно, и я думаю, что Пашиняна это прекрасно понимает, он адресуется к тем, кто придет из окопов к ему на защиту. Те, которые придут из окопов, как раз будут первыми в рядах тех, кто будет требовать его отставки, если не сказать большего. Но меня больше всего беспокоит другой факт, который тоже сегодня стал известен. О том, что президент Турции Эрдоган внес в парламент страны предложение о том, чтобы направить турецких военных в Карабах. Константин, давайте послушаем, потому что это тоже звучит довольно невероятно. На фоне договоренности между Россией и Азербайджаном не приглашать турок, и тем не менее. Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции, говорится в тексте документа. Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции. В соответствии со статьей 92 Конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом. Но если речь идет о миссии, где работает всего несколько человек, то стоило бы затевать такую помпу, как обращение к парламенту. Речь идет на самом деле о карт-бланше, на то, чтобы турецкие военные, о чем мы предупреждали, легально появились на территории Азербайджана и, по всей вероятности, на тех самых территориях, которые только что отобраны Азербайджаном у армянской стороны. Конечно, то, что мы согласились на создание этого центра, это было формой какой-то, как мне кажется, компенсации, такой хорошей миной при плохой игре с нашей стороны, когда мы все-таки добились права проведения миротворческой операции самостоятельно, но поскольку Турция все время требовала этого права, надо было что-то, о чем-то с ней договариваться. Теперь Эрдоган расширяет эти рамки и неизвестно, насколько он их расширяет. Я уверен, что Азербайджан не в силах противодействовать Турции в желании иметь турецкие войска на территории Азербайджана. Азербайджан уже с головой погрузился в Турцию, начиная от семьи президента Алиева и кончая, так сказать, вооруженными силами Азербайджана. В этом сегодня проблема. Поэтому все разглагольствования по поводу того, что мы вот равно удалены от Армении, от Азербайджана, это мы-то равно удалены в условиях, когда Армения наш союзник по УДКБ, а Азербайджан проводник Турции в регион. А что мы можем сделать, Константин Федорович? Потому что те колонны, которые сейчас показывают, смотрите, это турецкие паблики, они вовсю распространяют эти кадры. Видите, флаги Турции, флаги Азербайджана. Боевая техника вполне себе, и бронетранспортеры якобы идут в Азербайджан. Огромными колоннами. Мы не знаем, мы можем подтвердить. Хороший мониторинговый центр при таком... Если они взаимно решат, что турецкая армия может присутствовать на азербайджанской территории, что мы сделаем? Я еще раз хочу сказать, мы вынуждены будем с этим считаться, но мы должны сегодня делать выводы о отношениях с этими странами. Вот что мы должны делать, а не продолжать, вот как в духе некоторых наших передач, славословить руководство Азербайджана за то, что оно такое успешное и победительное. Они сегодня являются реально проводниками тех, кто конкурирует с нами на влияние на Кавказе. Это должно быть сказано. Флаг турецкий, тоже многие обратили внимание, на въезде в город Шуши. И тоже не монтаж. И тоже видеосъемка напротив флага России, она обращает на себя внимание, Алексей. Я заранее просто оплакиваю тех политиков России, которые доверительно относятся к словам Турции, когда она их делает. Мы 13 раз в Турции воевали за время предшествующие. Я просто хочу сказать, что я абсолютно согласен с тем, что не надо предаваться никакой панике. Тем более нам, людям, которые живут в ядерной державе, в которой есть цирконы на вооружении, есть новые средства стратегические. Мы будем применять против Турции ядерное оружие? Я просто хочу сказать, что это является гарантией нашего спокойствия здесь, в городе Москве, в городе Петербурге, в городе Новосибирске и так далее. Но это не значит, что мы, как вы сказали, не должны беспокоиться. Мы должны беспокоиться, потому что, еще раз повторяю, проигрыш нашего союзника – это частично и наш проигрыш в этой ситуации. Продвижение турок туда, где их не было – это наш проигрыш. И нам приходится это признать, и надо это каким-то образом компенсировать. Не военными действиями, а своими усилиями, и самое главное – своей головой. Вместо того, чтобы слушать разговоры. Вот только что в перерыве мы обсуждали. Мы только что с вами обсуждали. Вы признаете, что вы сказали неправильно? Мне слово перейдет, я вам... Вам слово перейдет. Константин Федорович, давайте я процитирую это соглашение. Участники настоящей конвенции, государства, расположенные на побережье Каспийского моря, Азербайджанская республика, Исландская республика, Иран, Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, далее именуемые сторонами. Деятельность сторон на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов. Пункт 6. Не присутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. Не предоставление какой-либо стороной своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любой сторон. Вот непонятно, кто из вас прав. Нет, совершенно очевидно, что речь идет о том, что иностранные... Можно я сейчас закончу, раз ко мне обратился, ведущий сказал, Константин Федорович, непонятно, кто из вас прав. Я говорил о том, что на Каспийском море не могут быть флоты иностранных государств. Это так. Я говорил о том, что ничто не возбраняет Азербайджану пригласить турецкие войска, и он это делает на свою территорию. При этом турецкие войска, безусловно, и Турция заявит, что мы не рассматриваем никакую агрессию против России. Вы что думаете, они... Миротворческую миссию. Мы собираемся воевать с Россией, что ли, здесь? Конечно, не скажут. И Азербайджан скажет, да вы что? Мы же с турцами видите. Вы с вами договариваетесь о мониторинговом центре. Им открыто зеленые ворота. На въезд на Кавказ. Вот о чем речь идет. Послушайте немного. Предупреждение. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok